Итак, давайте не буду занимать время, потому что оно на пресс прям очень ценно, его не хватает на всех. Я сразу передаю слово нашим сегодняшним спикерам. С удовольствием хочу представить вам Антона и Ирина Долженко. Это дважды бриллиантовые директора, топ-лидеры компании Арифлейм Россия. И это люди, которые когда-то начинали, но на сегодняшний день их годовой доход уже почти стоит в 5 миллионов рублей. 500 лидеров в команде с уровня 22% и выше. Кто хотел бы такие же иметь результаты? Ну-ка давайте, такой глупый, наверное, наивный, но все-таки вопрос. Скажите себе, да, я тоже хочу. И сегодня Ирина и Антон поделятся с вами своими наработками, своими секретами. Они также организаторы проекта «Про движение», который позволяет им вот так успешно развиваться. И они сегодня с вами поделятся тем, что многим, на мой взгляд, не достает. Это система работы. Так давайте тогда их дружно с вами поприветствуем своими смайликами в чате или, может быть, поздравительными фотографиями. Ну, как вы уже умеете выражать свои эмоции, тут простор для творчества, он большой. А Антон и Ирина, я вас сейчас подключаю к нашей трансляции, включаю вам звук, передаю микрофон, включаем видео. И вы в прямом эфире, пожалуйста, можете уже поприветствовать наших участников форума. Добрый день, доброе утро, добрый вечер. Друзья, мы видим, какая обширная география. Ребят, мы вас всех приветствуем и с огромным удовольствием хотим вот этот вот отрезок времени провести вместе с вами. И, знаете, наверное, очень такое наше любимое дело, которым мы занимаемся перед каждым вебинаром, которых у нас сейчас в команде очень много, ежедневно по 4-5 вебинаров. Мы очень любим, знаете, как срез географический проводить. Друзья, пожалуйста, напишите, из какого вы города, из какой страны сейчас нас слушаете, сейчас подключились к нам. Нам будет это очень интересно и очень приятно, чтобы проверить обширность географии нашей сегодняшней. Гомель, Сочи, Красноярск, Уфа, ох, ничего себе, из Барнаула кто-то есть, отлично, земляк. Вот, да, но с такой скоростью, конечно, все меняется. Страны и города, это, ой, ой, как приятно, ребят. Спасибо вам большое. Вот, давайте тогда начнем наше сегодняшнее общение. Мы хотели бы рассказать немножечко, вы же понимаете, насколько история важна в нашем бизнесе, насколько это важно. Но помимо этого, мы хотели бы остаться полезными после сегодняшней встречи. Очень хочется научить вас именно методикам передать ту систему, которую мы создали. Для нас Арифлейм – это не баночки с кремом, это не продажи, это не тетка с сумкой. Для нас Арифлейм – это система образования, именно система образования, меняющая жизни людей. Поэтому сейчас мы вам об этом расскажем, и я передаю слово красивой половине нашей семьи. Вот, и мы вам включаем нашу презентацию. Ирина, можешь начинать. Можешь начинать. Итак, ребят, давайте сейчас настроимся на работу, слайды по страсти ставят динамично и комментировать по ходу. Итак, наша история – это история одна из тысяч или даже десятков тысяч таких же историй обычных людей, которые пришли и добились успеха вместе с компанией Арифлейм. Конечно, когда-то для нас это было… мы и мечтать не могли о том, что может осуществиться такой результат. Но тем не менее, конечно, мы верили и доверяли компании, доверяли спонсорам. И мы просто делали каждый день. Делали с той целью, чтобы посмотреть в глаза своим детям через какое-то время, когда возникнут неудобные вопросы, какой выбирать университет, какой выбирать образование, какие выбирать социальное развитие, да, и проявление детей. На это все требует денег. И в тот момент, когда я забеременела, эти вопросы стали очень острыми, эти вопросы стали очень такими болезненными. Мы в момент начала сотрудничества жили в общежитии медицинского университета. Получали образование я по специальности провизор, фармацевт, а Антон по специальности стоматолог. Это было уже у нас второе образование. Первое было среднее специально-медицинское, и вот второе, вернее, далее получали высшее образование. Тогда мы начали понимать, что те люди, которые нас обучают в университете, они живут рядом с нами в общежитии. Их дети здесь растут вместе со студентами. И мы начали смутно понимать, что, скорее всего, эти результаты ждут и нас. И тогда, конечно, мы готовы были услышать варианты, альтернативы для того, чтобы сделать нашу жизнь более обеспеченной, чтобы жизнь наших детей была ярче и удивительнее. И гораздо насыщеннее, чем у нас с вами в советское время, скажем так, да? Так, я листаю следующий слайд. И вот у нас произошла такая судьбоносная встреча, как у вас когда-то со спонсором, который рассказал вам о возможности рефлей. С этого дня у нас просто мир перевернулся. Мы увидели то, что мир не через экран телевизоров, мы увидели мир через истории людей, которые вошли в компанию Reflame. Нас это необычайно вдохновило. И мы начали свой старт. Этот старт был очень смешон, скажем так. Этот старт был настолько скромным, что никто не верил в то, что могут получиться результаты. Тогда нам был 21 год. И мы, приходя в местное СПО, о нас говорили, что вы опять пришли со своим детским садом. Но, скажем так, мы были достаточно наполнены энтузиазмом, и мосты у нас были все сожжены. Мы понимали, что другого варианта заработать на квартиру у нас нет для своих детей. Нам очень хотелось, чтобы наш ребенок родился в нашей квартире, чтобы у него была своя комната. Нам очень хотелось, чтобы были комфортные условия для существования. Но вы знаете, момент старта, он, как правило, не совпадает с моментом регистрации. У нас этот момент старта был тогда, когда мы обозначили перед собой цели. Вот тогда появилось первое решение, первое видение, куда мы идем. Поэтому вот сейчас мы с вами заканчиваем, подходим к концу 2015 года. И у нас сейчас есть время в декабре проанализировать, как пройден этот путь, как пройден этот год, и подумать о том, все ли вы сделали, что вы планировали, что бы вы могли сделать. И именно сейчас вы можете спланировать следующий год, сделать его годом ваших новых свершений. Но для того, чтобы вы к чему-то двигались, надо определиться сначала с вашими целями. И вот тогда, когда этот момент решения у нас произошел, произошел тогда, когда мы в общежитии, вы видите на фотографии картинку слева, где студенты в маленькой комнате празднуют день рождения. Видите? То есть это не наша комната, комната наших соседей. Тем не менее, вы видите здесь обои. Сейчас видите, картинка чуть опаздывает. Обои вместо шторка, какая-то тряпка. И вот так, собственно говоря, проходила жизнь студентов. В тот момент, когда нам спонсор задал вопрос, что вы хотите от жизни, мы улыбнулись и сказали, у нас ничего вообще нет для старта. На регистрацию мы продали свою единственную технику, это электрический чайник за 250 рублей. И у нас было 149 рублей на регистрацию. Денег просто не было вообще. И тогда мы написали всё, что нам нужно в жизни, ту жизнь, которую мы считаем для нас комфортной, максимально комфортной. И мы просчитали, сколько это будет в деньгах, и разделили на 12 месяцев. Мы увидели ту сумму ежемесячного дохода, которая могла бы нашу жизнь сделать яркой, комфортной. И, в нашем понимании, обеспеченной. 15 лет назад эта сумма ежемесячного дохода, у нас желаемая сумма оказалась, 40 тысяч рублей. И, знаете, вот с этого момента началось самое интересное. Потому что эта сумма говорила о том, что мы не просто должны работать с потребителями. Эта сумма на лестнице успеха определяла развитие директоров в организации. Эта сумма определяла уровень золотого директора, человека, который развивает лидерство в командах, человека, который помогает создавать команды, который обучает, который занимается именно развитием лидерства. И вот в тот момент нам стало понятно, то есть на что нам нужно фокусироваться. И в тот момент мы стали понимать, что очень многие радуются разным категориям, скажем так, разным показателям нашего бизнеса. Кто-то радуется тому, сколько получили кофеварок, кто-то радуется тому, сколько сумочек получили, сколько баллов получили, сколько клиентов обслужили. Но в тот момент наша цель определяла только количество директоров. И поэтому мы с того момента, мы ставили для себя, скажем так, мерилом нашего успеха, это количество новых директоров, тех людей, ключевых партнеров, которые с нами начали сотрудничество, начали развитие в бизнесе с компанией Reflame, которые ежедневно вместе с нами несут возможности Reflame в массы. И что получилось, да? Вот вы видите слева, это наша перспектива медицинского работника. И на сегодняшний день мы тоже говорим, мы говорим, что мы лечим тоже по причине, но мы лечим уже от бедности, потому что сейчас мы прошли тот путь, когда уже сейчас мы можем научить, рассказать, научить и показать те инструменты, которые позволят создать действительно автономно развивающийся бизнес. Что произошло? Вот если вы сейчас оглянетесь назад, немножко подожду вашего интерактива, адморатной связи, если вы оглянетесь вот сейчас на 5 лет назад, 10 лет назад, прокрутите и подумайте, о чем вы тогда мечтали, что вы сделали за это время и как ваша жизнь изменилась. Подумайте, вы довольны тем, напишите просто плюсик, кто доволен и минус, кто недоволен. Сегодня мы начинаем тоже наши действия, определяют наше будущее через год, через 5, через 10 лет, то направление, куда мы движемся, ваши цели. Многие из вас пишут минус, лишь единицы пишут плюс. Фишка в том, что вы сейчас не должны разбираться и посыпать голову пеплом, почему это не получилось. Я вам дальше покажу схему, как мы планируем в следующий год, как мы планируем неделю и как мы планируем ваш день по европейской модели планирования, по шведской модели, которую нам дала компания «Арифлейм». Эта модель не зацикливается на негативе, эта модель фокусируется на том, что у вас хорошо получается и на том, что вы можете улучшить и за счет каких конкретных изменений. Вы начинаете фокус на действия. Поэтому этот метод я вам дам, как перейти от сожалений и разочарования к тому, чтобы уже приступить к реализации вашей мечты. На сегодняшний день наша позиция тогда, наши амбиции по отношению к бизнесу и наша непрерывная деятельность в этом направлении дала такие результаты, что наша семья проживает в квартире 188 квадратных метров. У нас у каждого ребенка собственная комната. мы можем себе позволить отдых с семьей, мы можем себе позволить многие вещи. И многие из вас, если я могу предположить, что сейчас являются новичками в этом бизнесе, вы можете сказать, что, конечно, если бы у меня были большие доходы, то тогда я бы говорил по-другому. И многие новички, они теряются на том этапе, когда они дают предложение о сотрудничестве и при этом мало зарабатывают. И что позволило нам, скажем так, что нам позволило развиваться тогда, когда мы были на 3, на 6, на 9 процентах? Я вам скажу, тогда мы продавали, во-первых, результаты спонсоров, результаты лидеров компании «Арифлейм». И мы звали, самая главная фишка, мы звали на ту цель, к которой мы идем. Вы сейчас не приглашаете на уровень 3%, который вы сейчас имеете. Вы сейчас не приглашаете на уровень 12%, который вы сейчас имеете. Вы приглашаете на ту цель, на движение к той цели, на которой вы идете. Понимаете? Вот определили вы для себя цель 200 тысяч рублей, допустим, в месяц, да? И вы идете, вы ведете себя, да? Не то, что вы, может, вести себя так и не будете, как вы бы зарабатывали 200 тысяч, но вы именно на эту цель ведете. Вы эти возможности подаете с этой позиции, с позиции вот такого уровня бизнеса. И что будет происходить? Вы будете двигаться в этом направлении, вы будете встречаться каждый день с новыми людьми. И поверьте мне, очень многие, те люди даже, которые станут последствиями вашими директорами, они могут сначала сказать вам «нет». Нам, наши бриллиантовые директора, которые сейчас бриллиантовые директора, в первый год сказали «все нет». Но мы находили людей, которые взаимодействовали с нами на уровень потребления. И первые полгода в наш бизнес, компанию «Лифлами» никто не верил. Но мы рекрутировали настолько интенсивно, чтобы вот этих потребителей было достаточно для того, чтобы показать уже свои личные результаты. И, вы знаете, как оказалось, совсем не сумма определяла доверие к вашему проекту, к вашему бизнесу, а именно динамика доходов. Когда вы ежемесячно показываете своим знакомым, своим родственникам сумму вашего дохода, постоянно, непрерывно увеличивающуюся, пусть это сегодня тысяча, завтра это две тысячи, послезавтра это пять тысяч, потом десять тысяч. То есть вот эта динамика, она впечатляет гораздо больше, чем сама сумма, какая-то очень крупная сумма. На сегодняшний день, допустим, мы на презентациях вообще не говорим, сколько мы зарабатываем, потому что это сумма, в которую просто не верят. Итак, вот я могу показать динамику роста доходов за последние 10 лет в компании «Лифлами». Как вы видите, средний доход в 2003 году у нас был 21 тысяча. И средний ежемесячный доход. Здесь, когда мы подводим результаты, мы должны смотреть хотя бы ежегодную сумму дохода. Тогда она будет очень адекватной. И вот если посмотреть там риэлторы, или какие-то другие профессии, где результаты идут такие, скажем так, единичные, то есть по сделкам, то здесь у нас идет непрерывный рост, и в дальнейшем через год, через два, через три вы можете действительно показать динамику. Итак, что бы вы делали, если бы вы сейчас зарабатывали 500 тысяч в месяц? Вы подумайте, на что бы вы потратили. Вы подумайте, как бы вы себя чувствовали, что бы вас окружало, что бы вы сделали для своих родных. Сегодня мы заключили сделку на покупку квартиры моей маме. И вот вы видите бухгалтерскую справку, которая показывает, что мы получили на ее первый доход в компании Reflame 511 тысяч 600 рублей. 666 рублей. Мы добавляем еще миллионы, покупаем ей квартиру рядом с нами. Она жила раньше в другом городе. Это для нас очень важный момент такой в жизни. Дальше покажу, зачем вам еще это надо. Есть, конечно, в список таких традиционных меч сейчас входит и квартира, машина. И вот одна из машин самых стабильных и таких самых безопасных – это Volvo. Мы участвуем в уровне бриллиантового директора в программе «За рулем мечты», где компания выделяет деньги на оплату лизинга. И мы вот уже в течение года, каждый месяц компания 47 700 платит за нашу машину Volvo. Мы не платим сейчас ни копейки. Дальше, зачем еще вам это надо? Очень многие среди самых ярких мечт – это путешествия. И вот я вам покажу тот акт. Одно путешествие – 258 тысяч рублей, 738 копеек. Компания оплатила по договору на нашу поездку, когда был круиз по маршруту Барселона, Тулон, Ницца, Флоренца, Рим, Неаполь, Барселона. Это тоже может быть вашей целью тогда, когда вы не платите. За эту поездку оплачивает компания. Это действительно очень приятная мечта. Те путешествия, которые мы получаем, они, конечно, очень разнообразны. Именно они показывают яркость жизни и наполненность насыщенной вашей жизнью. Что меня вдохновляет на этом пути? Конечно, на этом пути самое большое вдохновение – это наша семья, это яркое будущее, обеспеченное будущее и настоящее для наших детей. У нас трое детей, все дети рождены в сотрудничестве с Арифлейм, как я говорю. То есть мы росли в бизнесе и воспитывали в это время деток. Это действительно реально, это действительно возможно. И, конечно, нас вдохновляет наша команда. Когда наши партнеры начинают покупать свои квартиры, свои машины, когда они начинают воплощать свои мечты, это, конечно, очень дорогого стоит. И на сегодняшний день, то есть сегодня я получила документы на создание благотворительного фонда «Живи». И для нас это очень было важно, для меня это было большой мечтой, этот проект, который для меня очень важен. Я когда-то увидела вот такой логотип, два года назад, от компании Арифлейм на бриллиантовой конференции. Этот логотип символизирует непрерывное развитие, такой спираль развития, да, яркую, насыщенную жизнь. Жизнь надо ярко не существовать. И сегодня мы официально в Министерстве репетиции Российской Федерации зарегистрировали некоммерческую благотворительную организацию «Живи». Для того, чтобы помогать консультантам Арифлейм, которые попали в тяжелые жизненные ситуации, для того, чтобы развивать, способствовать социальному развитию детей, их образованию в категориях семей, которые воспитывают детей инвалидов, семьи неполные, где мама воспитывает детей, либо это многодетные дети, дети с ограниченными возможностями. Мы хотим создать вот такое созидательное направление. В этом направлении участвуют бриллиантовые директора нашей организации, они являются учредителем нашего фонда. И я надеюсь, что мы вместе сможем сделать гораздо больше добрых вещей, добрых дел в этом мире, скажем так. И вот о системе развития. Давайте перейдем к тому, чтобы мы поговорим о том, как Арифлейм развивался раньше и какой этап сейчас Арифлейм переживает, скажем так. И мы как раз те самые лидеры, которые универсалы, которые умеем работать и оффлайн, и онлайн, и с самыми разными методами. Начинали мы тогда, когда у нас была ручка, листочек, у нас не было пейджеров, у нас не было телефонов даже сотовых, у нас не было компьютера. Компьютер мы купили только на квалификации директора Арифлейм с первой премии. И мы работали разными методами. Первый период, первые шесть лет, это был период хаоса, методом проб и ошибок. Мы делали все, мы делали, все тестировали, и промостойки, и мероприятия, и мастер-классы, все что угодно. И потом, когда группа наросла, и она стала уже многописечной, нам стало очень трудно управлять. В этот момент пришла компания на помощь, предложила систему продаж и рекрутирования Арифлейм. Она называлась «Система ПРО». Курировал ее Кёрк Ректор, и он на основе интервью с лидерами, 300 самых успешных лидеров мира опросил и вывел определенную схему взаимодействия консультантов на разном уровне. Менеджеры, ключевые партнеры от 0 до 9%, что делают их функциональные уровни. Менеджеры, что делают с 9 до 18%, директора, золотые директора, топ-лидеры. Это направление первое приняли Украина, и мы услышали от Дороган, Марины и Вадима о том, как они реализовали эту систему. На тот момент они были бриллиантовыми директорами, сейчас они золотые исполнительные директора. И мы изучили эту систему, и, собственно говоря, ее внедрение привело к таким результатам, систематичность работы привела к таким результатам, что за первые 6 лет у нас было создано 10 директорских групп. За последующие полгода у нас каждые полгода стали по 10 новых директорских групп в команде развиваться. То есть 6 лет мы делали 10 директорских групп, и затем каждые полгода мы стали создавать новые 10 директорских групп. Это, конечно, было для нас очень таким поворотным этапом к уже профессионализму. И опять же в какой-то момент люди, понимаете, методы работают разные. И нужно понимать, что есть методы, нет методов, которые не работают. Есть просто методы, которые, скажем так, устаревшие или новые. Есть методы, которые актуальны. Есть методы, которые сейчас дают результаты. Если вы сейчас занимаетесь каким-то направлением в работе, вам это дает результат, значит, вы делаете все правильно. В 2013 году у нас был еще один момент поворотный, когда нам хотелось большего, но мы понимали, что мы не можем провернуть. Мы увидели историю, мы были на бриллиантовой конференции на ГУА в Индии, и услышали историю Индонезии. Вот эти две девушки на слайде, сверху, вот рядом со мной. Значит, эти девушки за два года сделали бриллианта с момента регистрации, за три года сделали квалификацию «Золотой исполнитель-директор». Обе. Вы представляете, то есть такие колоссальные результаты, мы на них смотрели, думали, что это инопланетяне. То есть мы всегда работали много, но мы таких результатов тогда не достигли. И мы начали изучать, что такое. То есть эти девчонки работали именно только через онлайн. Тогда появилась еще, появилась Анна Черна, начала создавать, Алексей Севрок, то есть вот такие звезды, которые онлайн начали продвигать. И мы увидели, что есть личные бренды и командные. Вот мы собрались с командой директоров, вот вы видите, и перешли к командной работе. На тот момент, опять же, нашим, скажем так, куратором, да, и человеком, который смог профессионально скорректировать систему работы, это, опять же, был Кёрк-ректор, и мы услышали с ним, мы с ним проанализировали, да, и увидели, как мы можем дополнять ту систему работы, которая у нас уже и так работала, да, чем мы ее можем дополнить, чтобы она работала еще лучше, да. И вот у нас появились новые системы обязанностей, но на разных уровнях уже при оффлайн и при онлайн системе сопровождения партнеров. Так, ага. Я ли снова ставить? Угу. Ага. Вот, и что мы получили? Вот смотрите, за три года работы, совмещая, введя онлайн систему коммуникации, мы увидели, что не только мы, мы больше, чем в два раза увеличили результаты. У нас в 2013 году было баллов бонуса 351 тысяча, в 2014 году 486 тысяч баллов бонуса команды, и в 2015 каталоге 2015 года 1 миллион 113 тысяч баллов было по нашей команде прошло за три недели. Товарооборот составил у нас в предсчете на месяц почти 40 миллионов рублей. Это все к тому вопросу, да, когда вам говорят, что Reflame не покупают. Я не знаю, кто там говорит, да, все нормально с Reflame, покупают замечательно, покупательская способность очень высокая, тем более в кризис. Вот, что сейчас у нас в команде более 20 тысяч лидеров с уровня 3% и более 50 тысяч консультантов по общей команде. Наши партнеры у нас, мы гордимся тем, что результаты наши повторяемые, и в нашей команде есть сейчас три бриллиантовых директора, и надеюсь, в этом году будет тоже удвоено это количество бриллиантовых директоров. И одни из них, вы знаете, Родионовы, Алена Иван, это те лидеры, которые смогли бриллиантовую квалификацию делать за полтора года от старта. И это, конечно, несравненно, этот результат оказал, скажем так, влияние и на всю команду в целом. Поэтому сейчас, наверное, вы знаете, я, да, еще два слайда расскажу, передам слово своему мужу. Итак, что делает наш партнер Reflame Cosmetics? Очень многое в бизнесе делает компания Reflame. Она оформляет официальную деятельность ИП на территории России по договору возмездного оказания услуг. Она делает глобальные сайты на нескольких языках, открывает вам возможность международного спонсирования. У нее есть отлаженная схема логистики доставки в любой регион. У нее есть торговые патенты на косметические продукты, велнос, исследования, команда профессионалов. У нее есть огромные мероприятия, впечатляющие ВМВ, банкеты, международные конференции, и, конечно же, самый прибыльный маркетинг-план. Все это дается нам в наследство, скажем так, от нашей компании. В этом большом бизнесе эту огромную роль на себя берет управление, логистика этого бизнеса берет наш партнер компании Reflame. Наша задача с вами быть информационным каналом коммуникации от компании к людям. И, собственно говоря, наша задача стать, именно дать профессиональную информацию об нашей индустрии, о нашей компании. И на сегодняшний день мы ввели, у нас вебинары ежедневные проходят, вложений никаких нет для работы. Можно начать просто совершенно так же с нуля, как мы начинали когда-то 15 лет назад. Более 300 спикеров участвуют у нас и координация более 100 вебинаров в месяц. У нас коммуникация в скайп-чатах, в чатах в WhatsApp, сопровождение, рассылки, YouTube-канал. В принципе, все это вы можете увидеть. То есть сейчас любой лидер, он доступен и видно, что он делает, что он говорит, чем он занимается. Вы можете это все посмотреть. Поэтому давайте сделаем выводы какие. Вы определите сейчас цели в жизни. Их стоимость, это соответственно им уровень на лестнице успеха. Нужно продумать свою систему в графике на каталог квартал и год. Как и где вы рекрутируете, система обучения, система мотивации. И спланировать самое главное для новичка сейчас, научиться планировать просто ваш день. Один день, если вы сегодня знаете, что вы сегодня сделали самое важное, вы сделали свой шажочек мечте. Вы сегодня провели, рекрутировали одного партнера в команду. И значит, вы можете спокойно ложиться спать и знать, что вы сделали свой следующий шаг мечте. Итак, я передаю слово своему мужу Антону Долженко. Это наш ОСТОВ, такой логистический центр нашей команды. Пожалуйста, прошу любить и жаловать. Друзья, ну что же, давайте я вас тоже поприветствую, так сказать, вживую. Ребят, такая тема, которую я называю «5 секретов продвижения». И на самом деле слово «секреты» здесь, ну такое слово, как бы, наверное, немного химеричное. Потому что все мы вот эти вот секреты ищем, все мы хотим узнать какую-то вот эту главную буржуинскую тайну. И тайна эта заключается в том, как бы много зарабатывать и ничего желательно при этом не делать. Честно вам скажу, наверное, если вы ждете именно таких секретов, то после нашей встречи у вас останется одно разочарование. Да, потому что все, что сейчас Ирина говорила, все, что сейчас я буду говорить, это связано с ежедневной работой, с ежедневным трудом, который заменить какой-то волшебной фразой, в принципе, невозможно. Да, то есть вот эти вот 4-5 вебинаров, которые у нас идут в команде ежедневно, ежедневно уже годами, 4-5 вебинаров обучающих, да, лидерские, для новичков, презентации по косметике, по велмосу. Это работа, это большая. Конечно же, мы это делаем всей командой, конечно же, мы это делаем сообща. Давайте я вам расскажу то, что я на сегодняшний день считаю важным и нужным. И один из первых секретов, о которых я хотел бы вам сказать, это начиная любой разговор, помните вашу конечную цель. Друзья, смотрите, ну вот сейчас будут такие очень глубокие, очень основополагающие моменты. Вот, поэтому послушайте внимательно. И вот у нас в команде, да, вы все слышали, Ирина рассказывала о том росте, который у нас произошел. Да, то есть 2 года назад 300 тысяч баллов по всей команде, а в 15-м каталоге 1,113 миллиона. Конечно же, многие, ну, я думаю, многие здесь присутствующие захотели бы такой рост. И захотели бы такое количество баллов по всей команде. Вот, поэтому прислушайтесь к моим советам, прислушайтесь о том, что я вам сейчас говорю. У нас в команде это обязательно. Конечная цель. Ребят, начиная любой разговор, помните вашу конечную цель. Вот вы, когда разговариваете с человеком, какова ваша цель? Какова цель вашего разговора с новичком, с кандидатом? Вот, скажите, пожалуйста, напишите здесь вот. Честно вам скажу, для меня... Пожалуйста, дверь. Честно вам скажу, для меня в Арифлейм есть определенная мечта у меня. И у меня есть определенное видение. То, вот знаете как, видение того, что я хотел бы увидеть из партнера, из новичка, с которым мы начали общаться. Так вот, так, вот давайте я посмотрю ваше... Чтобы он стал бизнес-партнером. Договор заключить, да? Найти лидера, задать направление в работе, заинтересовать. Отлично. Спасибо вам большое, ребят, за обратную связь. Спасибо. Давайте я вам расскажу, какая же цель у меня. Так вот, моя цель в Арифлейм, это автономно работающие 22% группы. Все, понимаете? Ребят, вот здесь, вот на этом слайде я специально вам поставил такую вот атомную подводную лодку. Знаете, в чем ее сила, в чем ее опасность, в чем ее, как бы, знаете, способность заставить себя уважать. Да дело в том, что она автономная. Она загрузила там эти мегатонны смерти на свои борта, и никто не знает, где она сейчас есть. Она может быть там под Северным Ледовитым, она может быть где-то там в Баренцевом море, она может быть рядом с Америкой, рядом с Кубой. Понимаете? Она автономна. И в этом ее ценность. Точно так же и лидеры в Арифлейм, которые могут быть автономными, которые могут плыть сами месяцами. И причем не по течению, а туда, куда им нужно, туда, куда мы вектор командный выбрали. Вот именно в этом и есть ценность. Поэтому, когда я знакомлюсь с человеком, когда я начинаю с ним общение, я всегда, ну, иногда в шутку, в самом начале говорю, я сейчас с тобой работаю, чтобы тебя бросить в конечном итоге. Человек удивляется, как так, вроде так, рассказывал, как здесь хорошо, и бросать собирается. А я говорю, ты знаешь, я тебя брошу в двух случаях, в любом случае, или так, или так. Первый случай. Я рассказал тебе, ты оказался умным, все понял, и можешь все делать самостоятельно. Так вот, я тебя бросаю. Почему? Да потому что ты сам все можешь делать самостоятельно. Второй вариант. Я тебе рассказал, ты меня послушал, оказался дурачком, и у тебя не получается без меня. И я тебя тоже бросаю. Почему? Потому что ты не можешь работать самостоятельно. Понимаете, ребят, начиная любой разговор, помните вашу конечную цель. Какая у вас лично цель в Арифлейм? Скажите, пожалуйста, напишите в чате. Если у вас цель директор, да, конечно, вы сможете, в принципе, быть директором, набрав людей, которые не могут работать самостоятельно. Набрав таких сетевых инвалидов, да. Если у вас цель золотой директор, ну, не знаю, в принципе, это возможно. Это будет сложно, да, это будет сложновато, но, в принципе, это возможно, тоже добиться этого уровня, имея несамостоятельных людей. Но весь ваш день будет уходить на них, на компенсирование их неполноценности. Ребята, а если у вас цель бриллиантовый? А если у вас цель, не дай бог, президент или бриллиантовый президент? Как вы собираетесь достичь этой цели, если вы похожи на клоунов, которые подкручивают тарелочки? Одну подкрутил, вторая упала, третью начал подкручивать, первая останавливается. Поэтому, начиная любой разговор, помните конечную цель. Моя цель – это построение автономно работающих 22% групп в Арифлейм. Соответственно, для этого нужны определенный уровень партнеров. То есть, люди должны понимать, в принципе, о чем разговор идет. Люди должны обладать минимальными навыками делового общения. Поэтому, не старайтесь, когда вы пришли в Арифлейм, не старайтесь сразу же приглашать людей, которые ниже социальным рангом, ниже интеллектуально, ниже, в принципе, морально, духовно, чем вы. Потому что они начнут вас дублицировать и позовут еще ниже. Те начнут дублицировать их и позовут еще ниже. Это называется в нашем бизнесе закон убывающей компетенции. Так мы до хомячков дойдем, понимаете? Это, конечно же, нам не подходит. Поэтому, первый секрет продвижения. Начиная любой разговор, помните вашу конечную цель. Поэтому, начинайте разговор и начинайте рассказывать о бриллиантовом директоре. Минимум. У нас в команде все разговоры начинаются с бриллиантового директора. Не подарочки, не сумочка, набитая косметикой, не браслетик, не помадка. Ребят, это все люди сами научатся это делать. И краситься, и голову мыть шампунем Эрифлейм. А вот бриллиантом стать они не научатся. Поэтому, начиная любой разговор, помните о конечной цели. Это автономно работающие 22% группы. Давайте следующий. Следующий секрет. Давайте посмотрим, какие у вас там вопросы есть. Так, ну, спасибо за идею. Так, ну, вроде бы все понятно. Отлично. Поехали дальше. Ребят, вы знаете, что нужно делать, знают все. В принципе, что нужно делать в Эрифлейм для того, чтобы стать успешным. Ну, не все, но многие. Но здесь есть очень важный момент. Который также, как я вам сказал, у нас в команде мы очень активно продвигаем. Ребят, а вот что не нужно делать, знают только самые успешные. Дело в том, что очень часто люди тратят всю свою жизненную энергию на те вещи, которые делать не нужно. И вроде бы они весь день потратили на Эрифлейм. И вроде бы они весь день, как они говорят, занимались Эрифлеймом. А на самом деле-то к цели не продвинулись никак. У нас есть, понимаете, у нас есть вещи, которые являются ключевыми, а есть вещи, которые являются вспомогательными. Так вот, очень часто, очень часто люди тратят все свое время на вспомогательные вещи. Забрать заказ, разобрать его, отнести помадку. А клиенту не понравился тон. Мы едем через весь город, чтобы, понимаете, поменять этот тон. А потом она вообще отказалась от заказа. И так весь день прошел. Знаете, я всегда вот такой пример привожу. Вот представьте, доктор. Вот представьте, у человека вскочил чири. Ребят, ну, простите за такую аналогию. Но так как я медицинский работник в прошлом, да, ну, это, наверное, нормально. Ребят, вот представьте, у человека вскочил чири. Он приходит к доктору. Он приходит к доктору и говорит, доктор, у меня вот здесь болит. Дальше выходит доктор. Вот представьте, ребят, эту картину. Как вы думаете, важно, чтобы доктор был вежливый? Да, это важно, да? Важно, чтобы у доктора был белый наглаженный халат. Да, это тоже важно. Важно, чтобы доктор наладил контакт с пациентом. Да, это очень важно. Понимаете, вот это вот все очень важно, но это действия все второстепенные. А самое главное, это просто взять скальпель и сделать разрез. Если доктор очень вежливый, если он этику-деонтологию соблюдает в белом халатике, в красивом, он с вами наладил контакт, успокоил вас и отправил домой с чирием, он не помог. Понимаете? А может произойти ситуация другая. Выходит доктор в грязном халате, слегка поддатый, но делает это основное действие. Ну, простите за такую аналогию, да? Он берет скальпель, делает разрез, и вам легче. Понимаете? Поэтому точно так же в Арифлейм. Иногда мы тратим весь свой день на действия, которые результата ключевого не принесут. А какое у нас, какие у нас действия, которые приведут к результату? Рекрутинг. Все. Соответственно, вам нужно сделать так, чтобы у вас хватило вашей жизненной энергии на рекрутинг. А для этого вам нужно слезть с дохлых лошадей. Понимаете, вот это вот самая главная проблема. И человек боится с нее слазить, человек не хочет с нее слазить, потому что ведь я его приглашал, я старался, это мой новичок. Ну, как же я, как же я вот его сейчас брошу? Я так много времени потратила, чтобы его зарегистрировать. Ребята, понимаете, знаете, это вот похоже на такую ситуацию, когда, опять же, ну, что-то меня сегодня на врачебный юмор потянуло, вы уж простите. Ребята, вот знаете, когда врач приезжает, допустим, на вызов, начинает, там, пациенту плохо, больному, там, он уже при смерти, он начинает его реанимировать, там, адреналин в сердце, разряд, там, еще разряд, да, как по телевизору показывают. У него ничего не получается. Минуту, две, десять, час не получается, два часа не получается. А потом выясняется, что там он две недели назад уже утонул. Понимаете, уже невозможно оживить это. Но что самое плохое, ребят, через какое-то время этот врач начинается сомневаться в себе. Начинает сомневаться, что он что-то правильно делает. И он говорит, наверное, я плохой врач. Наверное, я что-то не так делаю. Да нет, все ты так делаешь, просто это не тот человек. Понимаете, очень часто у нас это в бизнесе. Приходит человек и говорит, Антон, слушай, наверное, я плохой спонсор, наверное, Арифлейм не для меня. А что? Да вот я работаю уже с консультантом полгода, у него нифига не получается. Я смотрю на этого консультанта и говорю, господи, беги, беги отсюда, пока не поздно. Поэтому, ребят, что здесь делать нужно, знают все. А что не нужно делать, знают только самые успешные. Поэтому не нужно пытаться победить в скачках на дохлых лошадях. Ребят, это секрет номер два. Секрет номер три. Будьте постоянно, постоянно. Это очень важно. Я даже не знаю до какой степени. И просто бейте без остановки. Вы знаете, как мы запускали онлайн? Несколько лет назад мы увидели эту тенденцию. Мы увидели, что деньги постепенно перемещаются в онлайн все. И закрываются ритейлы, закрываются магазины, закрываются банки, закрываются бухгалтерии. И люди просто перемещаются в онлайн. И мы начали думать. Мы начали думать, как же нам переместить бизнес Арифлейн тоже в онлайн, на платформу. Причем сделать и онлайн рекрутинг, и онлайн обучение, и онлайн коммуникации. Вот это вот наша задача была. Ребята, и мы начали. Мы начали тратить на это время каждый день. Каждый день мы встречались с лидерами, потом каждую ночь сидели, все это обсуждали, все это делали. Ребята, каждый день в течение полугода мы это делали безрезультатно. Вот представляете, какая должна была быть мотивация? Ведь у нас есть рабочий метод. Это оффлайн-презентация, это езда по регионам. Это то, чем мы занимались много лет, и то, что нам дало квалификацию хорошую, с хорошим доходом в Арифлейн. Но настолько была сильна мотивация, настолько мы верим и знаем, как это важно быть постоянно постоянным. Поэтому полгода, каждый день команда наших директоров собиралась. Мы писали планы, мы писали действия, мы что-то делали, ошибались, у нас не получалось. Но мы победили в конечном итоге и запустили онлайн-рекрутинг, онлайн-сопровождение, онлайн-коммуникации. Я не знаю, на сегодняшний день наша команда по росту и в онлайн-пространстве, и просто, наверное, в лидирующих позициях находится команда продвижения. Поэтому, ребят, не раскачивайте шлюпку, не мечитесь от одного борта к другому. Это очень часто бывает. Ой, слышала, в онлайне можно, побежали к одному борту. Ой, а я слышала, на промостойке можно хорошо заработать. Дын-дын-дын-дын-дын, побежали ко второму борту. А я слышала, можно вот по регионам ездить, побежали к там, и вот так вот лодку мы с вами раскачиваем. Выберите направление, наберитесь терпения и делайте каждый день действия, не ожидая результата прямо завтра. Вы должны понять, что мы на самом деле, когда зовем в Арифлейм, мы не приглашаем людей на косметику или даже на деньги. Мы предлагаем людям совершенно другой образ мышления. Вот есть образ мышления рабочего по найму, а есть образ мышления предпринимателя. Так вот, рабочий по найму – это человек, который мыслит очень, очень краткосрочно. Он смотрит вперед на один день, на два дня, максимум на неделю. Поэтому у каждого рабочего по найму есть такое желание отработать и получить деньги прямо сейчас. То есть так, подожди, как это? Я поработала, а денег мне за это нету? О, нет, я так не согласна. Вот это мышление рабочего по найму. Для них гораздо проще продавать продукцию Арифлейм, потому что они прямо сейчас сделали действие и получили результат. Для них это приемлемо, для них это понятно. А вот полгода пахать и ждать, что что-то там наступит, ну, это не их тема. Соответственно, поехали дальше. Следующий момент. Обучение. Ребят, обучение не имеет конечной цели. Вот это вот важно понять. Профессионалы зарабатывают много, дилетанты зарабатывают мало. Все, по-другому никак. Вы должны понять, что обучение – это не какая-то цель. Так, ну вот, мне нужно научиться. Это в школе можно научиться этому. Можно сказать, что вот я закончил 9 классов или 11 классов. Да, вот это конечная цель. В Арифлейм обучение не имеет конечной цели. Это процесс, это состояние вашего мозга. Понимаете? И самое губительное, что вы можете сказать, самая губительная фраза, я вот с такими людьми мне очень сложно, если честно, с людьми, которые говорят эту фразу, «Я предпочитаю с ними бизнес не делать». Я все знаю. Просто забудьте эту фразу. Поймите, что учиться нужно каждый день. Бизнес… Арифлейм – это не пенсионный фонд. Здесь невозможно сделать что-то и потом всю жизнь эту пенсию получать. Потому что придут молодые и просто откусят по чуть-чуть, и получится совсем кисло. Поэтому здесь нужно… Это бизнес, Арифлейм – это бизнес, это не пенсионный фонд. Поэтому здесь нужно держать нос по метру. И для этого вам нужно быть всегда в топовых позициях по методикам. И для этого вам нужно всегда обучаться. Обучение не имеет конечной цели. Это процесс. И последний секрет, который я хотел бы вам рассказать, это теория изобилия. Это теория, которая поможет вам жить в гармонии с собой и поможет добиться в бизнесе огромных результатов. Вы знаете, как-то раз у нас был большой семинар только для лидеров, примерно на 250-300 человек. Мы работали в санатории, но столовая санатория вмещала только 180 человек. И шеф-повар сказала мне, мы вас всех накормим, сколько угодно человек. Но главное, чтобы они зашли постепенно. Сначала 180, а потом остальные. Вы, говорит, скажите своим, ребята, а вот теперь представьте лидера Арифлейм, такой психотип. Как он может прийти не первым? То есть представьте лидера Арифлейм. Это человек, который подскочит и окажется первым везде. И вот эта мысль, как бы сделать так, чтобы 180 человек пошло в столовую, а остальные подождали, я даже не знал, как ее осуществить. Но семинар был одного из наших любимых партнеров, QR-корректора. Он на английском разговаривает с переводчиком. И он говорит, окей, окей, Антон, я сам скажу, позволь это мне сделать. И дальше он рассказывает вот эту теорию изобилия. Ребята, вы знаете, у меня есть вебинар, я потом могу, если что, ссылочку скинуть. Я про это подробно рассказываю. Сейчас время уже закончилось, закончилось моего выступления. Поэтому я вам скажу вкратце. Он просто рассказал нам за 10 минут о том, что в мире всего на всех хватит. И бриллиантов, и квартир, и джипов, и мужей, и новичков, и консультантов. Понимаете? Всего на всех в изобилии. Как только вы это начнете понимать, как только вы вот примете вот это всей душой, ваш внешний вид, ваши глаза, они просто изменятся. И люди, простите за банальность, но это факт, и люди к вам потянутся. Понимаете? Поэтому просто, ребят, поймите всего в изобилии. Не деритесь, не грызитесь за консультантов, за новичков. Просто поймите, что их миллионы вокруг вас. Поэтому, друзья мои, огромное спасибо вам за уделенное для меня время. Огромное спасибо организаторам этого события, которые нас пригласили на этот онлайн-форум. И сейчас мы с вами попрощаемся вживую. Давайте я переключу. Вот так вот сделаем. Вот. Ребят, поэтому мы вам желаем успеха. Что еще мы желаем? Достигать максимума и ставить большие цели. Лидеры всегда на расстоянии сейчас одного клика. Вы всегда можете найти ответы, буквально подойдя к компьютеру. Поэтому все ответы есть, вся информация доступна, вам нужно просто начать действовать. Когда вы начнете действовать, тогда вы начнете понимать, как это работает. Да. И я хотел бы тоже со своей стороны в конце нашего общения пожелать вам, ребят, хотел бы пожелать вам правильных решений. Вот это вот очень важно. Каждый день, вот вы поймите такую вещь, человек успешным становится не за одну минуту. Точно так же, я не знаю, там бомжом человек становится не за одну минуту. Он каждый день, каждый день у вас есть вилочки, развилки. Посидеть, посмотреть дом 2 или прочитать книгу по бизнесу, пожарить оладиков или выйти на пробежку и пробежать там 3 километра. Каждый день вы принимаете сотни решений, которые постепенно приведут вас либо к успеху, либо к полному фиаско. Поэтому я вам желаю делать каждый день правильные решения и успешного вам продвижения. Пока-пока. Пока-пока. Давайте поблагодарим еще раз Антона и Ирину Долженко за потрясающее выступление. Я, честно говоря, сам сидел и замер, когда слушал те ценные советы, те ценные мысли. Вернее, даже не так. Знаете, чем интересно у меня сейчас выступление? Антон и Ирине, это вам от меня, как от организатора обратной связи, что в каких-то случаях обычно слушаешь и впитываешь какие-то ценные идеи и советы? Вы заставили работать в голову и идеи, и мысли, и что нужно делать, они начали рождаться лично у меня в голове. И я следил за чатом участников, смотрю, что у них точно так же что-то в голове свое начало простраиваться, прорисовываться, раскладываться по полочкам. я уже видел, что в процессе там уже появлялись какие-то ценные для них открытия и для каждого участника. Спасибо вам за это большое. Спасибо. 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 Спасибо.